Привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас интересные покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали! Покупочка в Альберис снимаю на улице, потому что мне не дают домой занести. Это качели. Ксюшка увидела у девочки такие качели, и, конечно же, мы их заказали тоже. Почему? Потому что у нас на площадке на детской качели нет, их кто-то украл. Ну, в смысле, нам их даже не повесили, когда делали площадку. Кто-то просто присвоился, и у нас там просто одни стоят железки, за которые должны качели держаться, а качели нет. Поэтому покупаем сами. Вот. 700 с чем-то рублей, но вот этот цвет дешевле всего был. Сейчас распакую, покажу, что из себя представляют. Вот, собственно говоря, инструкции, вот как их можно вешать. То есть на даче, на дерево. Вообще написано до 45 килограмм, но до 80 они выдерживают, вроде как говорят, пишут. Вот натурник. Дома можно повесить. Крепления нет в комплекте, их нужно отдельно покупать. Так, а вот у нас тут инструкции. В инструкции должно быть написано, сколько килограмм. А, тут написано максимальный допустимый 75. Вот. 75 килограмм. А тут написано максимальная нагрузка 45 килограмм. В общем, чему верить, не знаю, но не выдерживают. Дети на них что только не творили вчера. Ну, вот на тех, которые у ее подружки. Так, а вот они как выглядят. Здесь как матрасик такой. Ткань моющаяся. И внутри ощущение, что они чем-то надутые. Мягенькие. Вот они какие. Целиком. Да, и длинные-длинные ручки. И на концах, вот, чтобы закрепли, за что-то цеплять. Есть вот такие штучки кожаные. Но мы их просто привязываем. Сейчас мы их привяжем, дети будут качаться. Покажу. Таким вот образом это все выглядит. Опа. Закручиваются они на них. Единственное, что надо вязать так, чтобы потом можно было развязать. Вообще развязывать вот эти штуки мешают, на самом деле, кожаные. Поэтому здесь лучше оставлять запас побольше. Мы здесь пока привязали. А так у нас вон от качели. Эта штука, наверное, сейчас на солнце. Которая без качелей у нас всегда. Вот. Поэтому вот таким вот образом это выглядит. И Ксюшка качается. И как бы, ну, взрослому ребенку нормально. И мелкому. Класс. Старше от трех лет. Класс, Крис. И маленькому удобно. Я думала сначала, ну, она как бы у нас со спинкой всегда на качелях качается. Что ей будет неудобно. Но нет, нормально. Она не выпадает. Получается такой, как гамачок небольшой. Класс. Хорошо тебе. Рада качелям. Покупочка Валберес, которую я уже потестировала. Тестировала и оценила. И сейчас вам все расскажу. Это Эко-биопорошок от бренда Орион. Почему обратила внимание именно на него? Во-первых, потому что он уже с пятновыводителем. Здесь не нужно никаких лишних манипуляций, замачиваний и так далее. Порошок идет уже с пятновыводителем. Это очень круто. Второй момент. Здесь 1 килограмм и 800 грамм. То есть почти 2 килограмма. А цена на самом деле очень смешная за такой объем. Эко. Это тоже для меня очень важно. Потому что дети, потому что маленькие дети. И я выбираю только экологичные продукты. Синтетические вредные компоненты здесь в составе заменены на природные. В результате биоразлагаемые натуральные компоненты при попадании в грунт и в реки не вредят окружающей среде. То есть этот порошок просто идеально подходит для домов с септиками и системы очистки источных вод. Еще здесь очень интересный один, девчонки, компонент. Сейчас расскажу вам про него. Это фитонциды. Это летучие активные вещества, антибактериальные. Они носят с собой антибактериальный эффект. Это тоже очень важно. Я на это стала обращать внимание. Почему? У нас детская площадка во дворе. И она с песком. Там много песка. Естественно, там ходят животные и так далее. И периодически может какая-то сыпь даже появляться. Поэтому я люблю, чтобы одежда в то же время еще и обеззараживалась. Одежду я не глажу. Я, в принципе, не глажу. У меня отпариватель для некоторых вещей. Поэтому порошок с антибактериальным эффектом – это выход в данной ситуации. В общем, фитонциды – это такие интересные вещества растительного происхождения. Они выделяются некоторыми растениями. И они действуют на расстоянии, уничтожая вредные микробы и вирусы. Это важная составляющая иммунитета растений. Естественная природная защита от вирусов, болезней, бактерий, вызываемых всякими микроорганизмами. Поэтому на это я тоже обратила внимание. У бренда несколько различных порошков. У меня именно с эфирным маслом пихты. Очень деликатный, очень приятный аромат пихты, который остается потом и на высохшем белье. Прям нежненький-нежненький и приятный. Не какой-то там еловый. Вот такой вот вы поняли меня аромат. А вот прям нежнятинка мне очень понравилась. Как раз на этикеточке у нас с вами про фитонциды и написано. Смотрите. Особая формула для бережной стирки. Кстати, действительно хорошо, отлично сохраняет цвет. Можно стирать деликатные ткани, шерсть, шелк. Усиливает естественную активность фитонцидов для максимальной защиты от вирусов и бактерий. Вот видите, вот тут информация как раз про этот очень интересный, полезный компонент. Порошок вот такой вот гранулированный. И его можно использовать как для машины, так и для ручной стирки. Хочу отметить, что пробовала уже стирать без кондиционера. Я люблю так всегда тестировать новые для себя продукты. И белье остается очень мягким. Знаете, была приятно удивлена тем, что отлично справляется даже со сложными пятнами. Потому что мы два раза в день одежду стираем. С улицы приходим. Опять же, вот эта наша площадка с песком. И вещи я накапливаю в течение дня и стираю. Переодеваемся два раза. Потому что вот такие вот приходим. Вот такая вот у нас маечка вся в пятнах у Крис. И самое интересное, сейчас покажу Ксюшки на футбол. Вот, представляете? Смотрите, это вот от нашей песочницы, от нашего песка. Они там играются, валяются, естественно. Посмотрите, что творится. Какие пятна. Это просто жуть. Они везде, они вот прям по всей футболке. Прям по всей, по всей длине. Поэтому сейчас вам будут на этих вещах показывать, насколько круто работает порошок. На машинную стирку нам нужно 50-80 грамм порошочка. У меня вот такая мерная ложечка. Она 25 грамм. Я кладу в барабан прям две мерных ложечки. Обратите внимание, я стираю белые вещи с цветными. И ничего не происходит. То есть белые вещи останутся яркими белыми, цветные останутся яркими цветными. И включаю режим стирки. Обычно я использую быструю стирку. Это 40 градусов на 40 минут. И потом покажу вам, что произойдет с нашими пятнами. Настала вещи из стирки. Показываю. Вот шортики. Вот маечка. И вот футболка. Выше всяких похвал. А теперь смотрите еще раз. До, после. Так что порошок могу смело рекомендовать. Справляется даже с самыми сложными пятнами. Эко-продукт. Большой объем. Низкая. Цена. Супер. Покупочки Валберис. И здесь у меня вот такая вот упаковочка ватных бамбуковых палочек. У нас их сколько тут штук? Сейчас посмотрим. 600 штук. Цена совсем-совсем бюджетная. Прям особенно за 600 штук. Вот так они в пакетики пришли. Зип-замочком. Давайте посмотрим. Я не думаю, что они чем-то отличаются от каких-то других. Или же от Фоберлик. Все в принципе одно и то же. Я думаю. Я уже разные всякие брала. У меня есть под них красивая баночка. Брала как-то такие. Не совсем бюджетные на зону. Вот я их туда перекладываю. Ну что, обычные бамбуковые палочки. Намотано все вроде тоже. Вот все хорошо, равномерно. Расходный материал. Дальше. Зачем купила? Не спрашивайте. Раз купила, значит, наверное, когда-то пригодится. Мне тут что-то прям так захотелось. Расческа для мелирования. Ее покупают и профессионалы, как бы работают. И для домашнего мелирования. В отзывах можете почитать. Девочки тоже говорят, очень подходит хорошо. Карбоновая антистатическая расческа для мелирования. Размер L. Они, оказывается, есть еще разных размеров абсолютно. То есть, вот длина и толщина зубца варьируется. А вообще, ну, кому интересно, как это все происходит, посмотрите в карточке товара. Там все подробно указано, нарисовано. У некоторых производителей даже ролики есть в карточке товара, как правильно такой расческой мелироваться. Здесь, с одной стороны, просто вот такие вот зубчики, а с другой стороны, вот я взяла именно L. Потому что, если я и буду делать, то мелкое я не хочу. Я хочу вот такой вот средний размер. Поэтому расчесочку такую взяла. Вот, собственно говоря, как она выглядит. Вот такие вот зубцы. И когда вы продеваете волосы, у вас часть волос уходит, получается, вот в эти разделители длинные, да. А часть остается здесь, на этих вот верхушечках. И поэтому получается мелирование. В общем, вы меня поняли, с не поняли, роликов таких полно и в интернете и везде. Ручка железная. Часто смотрела в отзывах не у этого именно бренда, а у других. Говорят, что приходит кривая. И, то есть, вот профессионалы берут себе в салоны, да, приходит кривая. И это не есть хорошо для идеального мелирования. Вот эта расческа абсолютно ровная, как вы видите. То есть, кривая в каком плане? Вот здесь вот не совсем ровный изгиб пластика. И поэтому прядь, получается, при заборе не идеально ровный. Ой, я вам тут наговорила, да. Вот кто не понимает и кто сам не красится, тому вообще по барабану. Правильно. Ну, в общем, если буду делать, может быть, вам покажу. Купочки Вайлберис, что тут у нас интересного? Ну, во-первых, купила вот такие пакеты для лотков кошачьих. Именно такие беру первый раз. Я до этого брала голубые и белые, но сейчас решила, что вот такие темные, пускай они будут, то у них какой-то интересный материал. Сейчас распакуем, посмотрим. А здесь у меня в пупырки пришел мой любимый лак. Везде помониторила и в онлайн-магазинах, и в офлайн. И поняла, что на Валберис дешевле всего. Я взяла в этот раз пятерку. Всегда брала четверку. Объем. Для тонких и ослабленных волос. Мне нравится именно эффект вот этого объема, поэтому я таким лаком уже больше 10 лет, девчонки, пользуюсь. И вот сколько раз не пыталась попробовать другие, нет, равных ему нет. Он действительно справляется со своей задачей. Его можно использовать и при укладке на мокрые волосы для объема, то есть у корней распылять. Я раньше так делала, сейчас я как бы не трогаю так свои волосы. И сушить потом. И начес, когда делаете, и держит он, фиксирует хорошо. В общем, меня устраивает. И вот особенно то, что он придает прикорневой объем, вот это для меня достаточно важная вещь на самом деле. Ну и конечно, чтобы все держалось. Поэтому лак мой любимый, десятилетиями пользуюсь, охотно. Прям наглядно раскрыл один мешок, чтобы показать, что это вообще такое. Взяла, кстати, размер побольше. У нас большой лоток, не прогадала. Мы вот так этот пакетик раскрываем и кладем в лоток. Я кладу два всегда, потому что один он может прорвать. Я кладу два, сверху еще кладу второй. Насыпаю наполнитель и потом, когда приходит пора его менять через несколько недель, потому что пользуюсь только силикогелевым, я просто эти пакетики из лотка убираю. У меня лоток всегда чистый и сухой. Ничего не надо мыть, ничего не надо дровить. Все прекрасно, великолепно. Завязываю эти пакетики, убираю их в мусорку, все выкидываю. Все отлично. Вот так это все дело выглядит. Пакеты, кстати, достаточно плотные, мне это нравится. У меня перед этим были прям тонкие, он их иногда прорывал. А эти прям хорошие, плотненькие такие, прям плотные-плотные. Плотнее, чем мусорные пакеты. Вот так они в стопочке выглядят. У меня размеры разные тоже бывают. Смотрите, какого размера у вас лоток. Так, у меня... А, нет, 45-30. Мне кажется, я 60 брала. Или все-таки 45-30. Почему-то здесь стоит пометка 45-30. Мне кажется, они гораздо больше даже вот так на вид. Ну, наверное, 45-30. В общем, их 20 штук тут в упаковке. Если понравится, буду брать такие еще. 20 штук надолго хватает. Даже по два пакета меняю я раз в три недели. Мне вот на год, на год 20 штук практически. Ну, и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Все ссылочки, как всегда, в описании в инфобоксе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.